Бизнес, инвестиции, бюджет, прибыль. Программа «Экономика». В студии Мария Кожевникова. Здравствуйте. Депутаты УЗС Кировской области не стали публиковать данные о своих доходах. На сайте областного ЗАГС Собрания появилась только обобщенная информация об исполнении депутатами обязанности предоставить сведения о доходах и имуществе за 2022 год. К слову, все депутаты обязанность эту исполнили. Четыре парламентария, которые работают на постоянной основе, отчитались о своих доходах и имуществе. Остальные 35 сообщили, что в 2022 году их доход был меньше, чем общий расход за предыдущие три года. Напомню, что с 1 марта этого года, согласно федеральному законодательству, депутаты и сенаторы не обязаны публиковать персональные данные о доходах в публичном пространстве, как это было ранее. Экономика. Кировская область стала лидером в ПФО по числу открывающихся предприятий. Об этом сообщил на большой пресс-конференции, посвященной итогам работы за год, губернатор Александр Соколов. Он отметил, что в 2022 году число открывающихся предприятий в Кировской области на 6% превысило число закрывающихся. Наш регион оказался единственным в ПФО с положительной динамикой. Во всех остальных число закрывающихся предприятий превышает число тех, что начали работу. Также Соколов рассказал, что все крупные компании в регионе возобновили свои инвест-проекты. По его словам, есть два очень крупных инвестора, которые высказали интерес о работе в Кировской области. Теперь их нужно убедить и привлечь зарегистрироваться на нашей территории, отметил губернатор. В эфире «Экономика». Более 10 тысяч кировских медиков получат специальные соцвыплаты. На реализацию поручения президента в Кировской области направляется порядка 240 миллионов рублей. О дополнительных выплатах медикам первичного звена здравоохранения, центральных, районных и участковых больниц, станции и отделений скорой помощи заявил президент Владимир Путин. Теперь они ежемесячно будут получать надбавки к зарплате. Сумма выплат варьируется от 4,5 до 18,5 тысяч рублей в зависимости от категории специалиста и вида организации. Деньги перечисляются в течение 7 рабочих дней после того, как медорганизация предоставляет в фонд реестр работников. Самостоятельно обращаться в фонд не нужно, отметил управляющий отделением социального фонда России по Кировской области Николай Пасынков. Мария Кожевникова, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова